всем привет добро пожаловать в новый влог сегодня я проснулась прям знаете с таким влоговым настроением вот если нужного настроя нет и никогда не беру камеру в руки мне кажется что зрители очень чувствуют и мое настроение и также как бы получают ту энергию которой я хочу поделиться да что ж такое третий раз записывая выступительную часть снова кто-то звонит в дверь секундочку во-первых самое главное что я хотела сказать это огромное спасибо за то что вы разделили с нами нашу семейную радость за то что прочувствовали наши эмоции кто-то даже всплакнул спасибо за все очень добрые теплые душевные слова за то что поделились своим опытом за то что поделились своими наводками своими историями оказалось что среди вас есть очень много людей у которых также есть питомцы и многие мне писали и также письма присылали оля обязательно посмотри канал антуана на джориана я надеюсь что я сейчас ничего не перекрутила это не реклама это очень известный кинолог я могла бы заказывать в него рекламу в общем у него видео есть столько фишечек и столько очень важных моментов и я сегодня собиралась посмотрела его видео знаете где-то успокоилась где-то чему-то уже научилась то есть я тоже стараюсь работать над собой собака не станет главной темой моих влогов поэтому если для кого-то не актуально не переживайте но все-таки это огромная часть нашей жизни особенно вот сейчас да когда она только у нас появилась чуть больше недели тому назад и жизнь действительно разделилась на до и после это как член семьи равноправный такой же как все и поэтому я не могу как бы ничего не говорить ничего не показывать ничего не рассказывать я надеюсь что каждый что-то найдет для себя то есть влоги у меня очень разнообразная как мне кажется и о готовке о семье косметики о доме в общем всего по чуть-чуть поэтому надеюсь что всем будет интересно и полезно вот сегодня я собиралась красилась после обеда у нас будут гости мы снова устраиваем гриль у нас прям открыт сезон гриле и да мы те кто чаще всего собирает гостей друзей и родственников но вот так вот сложилось и и я люблю готовить главное чтобы опять же было настроение если из-под палки меня кто-то что-то заставляет то нет это очень плохая идея но я сегодня смотрела видео о том как сделать прогулку с собакой комфортной и приятной не могу сказать что у меня прям знаете что-то сильно смущает но собака часто упирается вот она стала и она не пойдет и хоть ты хоть тресни или она тянет допустим в другую сторону мне нужно идти там скажем в одном направлении а вот ей нужно туда и это то на чем мы обязательно будем работать в ближайшее время и также мы подыскиваем даже это не вольер это просто такая огражденная территория с будкой с крышей чтобы нам было где оставлять собаку если мы уезжаем там на несколько часов где мы будем оставлять собаку когда мы например поедем в отпуск хороший вопрос мы тоже задавались вообще-то мы будем стараться делать все так чтобы она ездила с нами а если не получится то есть несколько вариантов чтобы кто-то пожил у нас чтобы кто-то присмотрел на своей территории за нашей собакой не забесплатно есть также питомники которые на время принимают собак или же или же был еще какой-то вариант вот эти собачьи отели пока что не знаем тема отпуска также остается открытой и пока в польше все еще есть карантин то есть если возвращаешься по моему пока что изо всех стран то обязательно нужно сидеть дома 14 дней я не уверена насколько это актуальная информация я проверяла это неделю тому назад возможно что-то за это время изменилось но пока что наша поездка наши какие-то планы перечеркнуты ну мы подстраиваемся под ситуацию и мы не потеряли деньги мы ничего не бронировали так что это просто нам хотелось куда-то нет повода расстраиваться там переживать в отпуск можно поехать в любое место если есть возможность поезд потерял уже колечко поездка едет почем сдалека как дела у тебя очень сонный ребенок уставшая но мы приехали купить и какие-то самые необходимые вещи в зоомагазин да ну очень даже хорошо я доехала послушная девочка сидит или лежит пойдем красотка знаем все прелести шопинга для собак оказывается здесь такое разнообразие здорово что можно еще также напоить собачку наш как видите не проще отведать корм интересно что из этого нам реально пригодится будем проверять это у нас здесь кое-какие изменения если посмотреть предыдущие влоги там с прошлого года с позапрошлого то видно что все розы все растения были гораздо меньше в этом году они как-то так интенсивно начали расти несмотря на то что у нас совершенно не летняя погода очень много цветов я надеюсь что не будет заморозков и они все распустятся вот только представьте когда все зацветет это будет очень очень красиво и они так пахнут класс вот настоящий аромат роз хотелось бы взять и передать вам его и вообще мы ждем когда это все вот так зарастет и в польше в принципе даже часто в европе люди как-то не отгораживаются такими большими заборами и мы привыкли даже не рассматривали вариант поменять забор или как-то не знаю что-то еще придумать так что оставляем все как есть просто хочется чтобы и зелень была как-то красиво все и получилось случайно это все но в гармонии на здесь росли типа елочки какие-то ту и что-то в этом духе том их их высадил другое место и купил сейчас боюсь ляпнуть потому что я не сильно в названиях растений но однозначно кто-то из девчонок внизу напишет вы у меня знаете все можно обратиться по любому вопросу так вот они скоро распустятся и у ним будет такой же цвет как на веночке который я заказала и не говорила о том ику почему не сделала сама скажу честно что у меня сейчас на это не хватает времени моей жизни на рукоделие сейчас не остается ни часа потому что за несколько минут наверное невозможно сделать и сухоцветы это тоже моя такая нежная любовь как вечно красивые цветы живые цветы тоже думаю есть сейчас покажу вам таких у нас еще не было веночек я специально хотела из сухоцветов чтобы он прослужил нам целый получается летний сезон и были дожди на протяжении двух недель он прекрасно держится я попросила что был мог чтобы сам каркас был как бы из лозы добавили мох и вот разноцветные всякие цветочки жду когда приедут мои пушистые травы они все супер модные я и заказала на алиэкспресс еще купила большой подсвечник может сейчас он кажется скромным но реально он довольно внушительных размеров и давно здесь стоит никому не нужен смысле никто не украл я надеюсь что я сейчас не каркаю поставила сюда свечу пока что еще ни разу не зажигали потому что шел дождь сегодня вот первый солнечный день и возможно как раз сегодня получится зажечь и создать вот такую приятную атмосферу и себе и гостям которые скоро наведываются моя ты послушная девочка топает топает до позже какая-то радость какая-то я даже без поводка хожу так платье мы не жрем и знакомьтесь это наш новый член семьи это газонокосилка от бренда husqvarna она имеет свою базу сейчас видите наш беспорядок там собраны игрушки в общем видите здесь замонтирована база и газонокосилка запрограммирована на три часа то есть она работает каждый день по три часа у нее там есть встроенная косилка и вот она проезжает косят там на несколько миллиметров наверное и оставляет траву где-то здесь но так если посмотреть то незаметно то есть ее не нужно собирать и она нигде ее не сбрасывает оставляет там же где и косят у наших соседей у всех есть похожие только у всех разные фирмы тома где-то увидел и решил ее купить также на нее нам дали гарантию на год если ее вдруг украдут и еще у нее встроенная очень громкая сирена которая буквально оглушает то есть если ее кто-то поднимет то тут же начинает выть и по моему где-то еще срабатывает датчик что какая-то проблема вот видите она косит косит и подъезжает даже к самому краю но у нее проблема с тем чтобы скосить траву в углу я не видела чтобы томик доставал нашу большую газонокосилку и часами с ней ездил то есть в принципе она справляется но в некоторых участках вот посмотрите особенно в углу это заметно что остается трава повыше им поэтому нужно вручную и скашивать так как если трава становится выше то потом уже эта газонокосилка не справляется то есть она должна работать каждый день в конце своей работы она возвращается на базу у нее там встроенный gps в общем такая штука кто спрашивал здесь у нас несколько новинок в уголке две из них самые большие главные перед вами я была у насти и увидела у них рядом с домом огромные рододендроны я спросила у том как почему у нас их нет мне очень нравились пионы но они цветут там на протяжении двух недель где-то так и говорю нужно что-то купить что вот так очень буйно цветет сейчас они отцветают конечно но вы знаете там и как недавно посадил и как видите они хорошо принялись рододендрон называется и они растут еще больше вот это цветение такое прям интенсивное они бывают в разных оттенках и сейчас вот после зимы после весны даже можно сказать в конце только у нас все так по-настоящему оживает глаз не нарадуется очень красивые к сожалению я не чувствую запаха нет они особо не пахнут но зато это так красиво выглядит правда сегодня у нас день пиццы и мальчикам я сделала так же как в прошлый раз вам показывала только вместо моцареллы добавила маскарпоне да такое сочетание часто встречается в итальянских ресторанах и не зря это очень вкусно я нам стомаком сделала еще два вида пиццы в эту часть добавила в соус хлопья острого перца салями и также этот маскарпоне а вторую часть я сделала просто с томатным соусом добавила чесночок перед этим разморозила креветки они уже такие были подваренные которые розовые да и посыпала все свежей петрушкой выложила креветки моцареллу и такая пицца и полила немножечко оливковым маслом запекала 25 минут ждем детишек они сейчас соседи приходят к нам на ужин меня немножечко пробила на разнообразные приятные мелочи поэтому периодически буду вам показывает что новенького у меня появилась когда увидела вот эти чашки сразу подумала о своей насти и когда-то она подарила мне мою самую любимую кружку и теперь с ней связаны такие прикольные воспоминания и я даже написала ей я не умею делать сюрпризы я никогда не могу дождаться поэтому прислала и фотку говорю смотри какие классные чашки я нам купила будем с ней в разных частях города как будто вместе пить там не знаю кофе или чай мне кажется здорово не могу дождаться когда мы снова увидимся но сейчас вот из-за собаки я немножечко больше занята давно хотела купить себе для фотографий для фона вот такие листья издалека выглядят очень даже реалистично так блестят взяла сразу двух размерах и они конечно же есть на алиэкспресс а это досочка но красота же она такая тяжеленькая каменная для закусок для чего угодно я очень люблю такое для кого-то барахло для меня нужные вещи люблю когда красиво и разнообразно и я показывала вам досочку из мрамора и дерева вы мне писали что они часто расклеиваются говорила нет моя очень очень стойкая и она держится прекрасно полтора года на тебе расклеилась и не получилось склеить обратно так что купила но такие маленькие перемены в юзке есть очень много прикольных и недорогих вещей были разноцветные стеклянные стаканы с трубочкой трубочки я не знаю почему то малые грызут то с ними что-то происходит и я меняю их на металлические которые я раз купила поэтому их могло бы здесь не быть но удобно то что здесь есть крышка ничего не выливается хотя бы там первые несколько секунд когда стакан переворачивается это все удобно мыть в посудомойке но также стекло она дольше служит при условии что никто такой как я не разобьет еще взяла бутылку она уже пластиковая но многоразового использования также были в разных цветах и вот когда мы куда-то идем там в рюкзак положить или же на велосипедную прогулку отправляемся я всегда беру с собой воду и предпочитаю наполнять если вам интересно где находится мика в это время она всегда где-то рядом вечно со мной это так мило не могу не знаю это пока она маленькая или дальше так будет проще как мне шутка говорят что шерсть у них всегда будет вот такой очень плотной и мы видели взрослых собак она действительно у них очень очень густая шерсть не длинная но мягенькая например как плюшевая такая плюшевая также в юзке нашла то зеркало которое как раз мне хорошо подошло это то что я искала я взяла самая узкая но она есть в разных размерах и вот сейчас хочу специально поближе вам показать что рамка сама матовая белая но вот эти декоративные элементы золотистым напылением такие же зеркала есть и в золоте и в серебре при том что она не занимает много места вполне себе компактная я вижу себя как ширину так и в длину можно еще немножко подрасти и также сзади я попрятала все провода и зеркало которое у меня было раньше во влогах каждый раз я приносила сюда из чуть не сказать языке зеркало языке но каждый раз я тащила его по ступенькам со спальни и это знаете ли не очень удобно если откроют границы если не нужно будет прибывать дома на протяжении двух недель после возвращения из отпуска мы поедем в хорватию потому что у нас там есть знакомые которые арендуют апартаменты можно сказать что очень очень близкие знакомые даже потому что мы туда ездим на протяжении 12 лет это том их со мной а без меня он там был еще и раньше нас знают хозяева я думаю что собака не будет никакой проблемой никакой преградой но посмотрим пока что планов конкретных на отпуск нет и сегодня также во влоге мы с вами поедем в очень красивый городок в котором мы были всем нашим семейством еще без собаки наснимала кучу всего и забыла осталась на другой карте памяти но очень хочется показать вам эти пейзажи и просто красивое место я сама люблю смотреть влоги именно из поезды хотя домашних влогах тоже есть что-то особенное как будто ты приходишь кому-то в гости правда мы уже не знаем куда податься приехали даже в шовницу это курорт и мы когда-то здесь арендовали велосипеды катались нам здесь очень понравилось и я думаю что мы обязательно приедем когда станет теплее потому что перепад температуры огромные вчера было 27 градусов сегодня 7 поэтому я достала свои сапоги и пусть и не супер зимнюю не супер теплую но все-таки шубку полностью укутались идем на прогулку космос конечно все пусто все закрыто но я думаю что еще чуть-чуть и начнут уже функционировать все рестораны и вот эти домики их также можно арендовать и не целый дом а например комнату и приехать отдохнуть там на выходные или на недельку если захотите вот так выходишь из своего апартамента перед тобой открывается вид и на горы и на реку и столько всяких активностей скажите вы такое любите это пенинский национальный парк вообще-то сюда платный вход но сейчас как видите никого нет и можно пойти погулять бесплатно где вы мы еще нашли раненую змею и и по моему переехала машина я бы побоялась держать в руках а захар еще пытается ее спасти но это зайка зелень такая яркая такая сочная сейчас такая тишина такое спокойствие и рыба приплывает прямо очень очень близко если присмотреться то здесь их огромное огромное количество а здесь целая трасса между польшей и словакии потому что мы находимся недалеко от словакии и здесь есть как пешеходные так и велосипедные трассы я вам несколько раз рассказывала о том что есть вот такие ровные трассы есть более экстремальные куда лично я боюсь выбираться о игнат на велосипеде доехал до границы со словакией сейчас когда мальчики стоят видно насколько большие здесь скалы между прочим пограничники стоят здесь 24 часа в сутки так что мы послушно идем обратно на чё ты делаешь воду пьешь что ли идеальное место для семейного отдыха очень спокойно здесь не слишком крутые горки мы еще раз вернемся еще 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 там нет багажника если что хотите прикол по вашей рекомендации я пошла все форум и приобрела вот этот биби крем от herbarian я сначала заказала сиси крем но если косметика непробованная непользованная у нас ее можно вернуть или когда у тебя аллергия короче сейчас тестеров в сифоре нет свободном доступе поэтому я понадеялась на консультантов и говорю мне нужен какой-то оттенок который сейчас подстроится и чтобы я могла пользоваться им тогда когда под загорю ну вот пожалуйста слушайте я как нанесла его на лицо я прям с эффектом апельсина получилось но вы были правы что он очень красиво лежит и к сожалению этому цвету так и не удалось подстроиться под меня сейчас я надеюсь что я смогу им пользоваться позже но пока что нет с цветом я точно прогадала эффект мне нравится и блин обидно то как вообще я не знаю у многих пропал интерес косметики но у меня он не укасает мне интересно копаться мне интересно что-то пробовать у нас были классные скидки взяла с 50 процентной скидкой вот этот гель для бровей кучу всего в том числе и новый тон от max factor отзывы разнятся но мне он понравился прям хорошо подошел классные на лето самое оно такой легенький увлажняет не ощущается на коже много из достойных вариантов вообще я вот думаю как бы снять такое видео потому что мое мнение особо не меняется от того прислали мне что-то или я купила сама но вот мне хочется так как раньше может стоит как думаете также взяла но не взяла купила себе мини палетку как она там мини глэм и пожалуй про остановиться потому что я немножечко на них помешалась мне очень нравится качество наташи диноны и то какой эффект дают они навеки потому что это всегда казалось бы обычные цвета обычные текстуры но вот как то они дорого так благородно выглядят и вот такой мини палетки будет вполне достаточно я не заметила какой-то грандиозной разницы между этой и большой по качеству на мне они прекрасно ложатся вообще без каких-либо вопросов также мне стало интересно попробовать блогерский продукт вообще польские блогеры часто сотрудничают с брендами у кого-то есть своя косметическая линейка и например анвен это девушка которая весь свой блог посвятила именно уходу за волосами здоровью волос всему что связано с волосами и я взяла себе такой шампунь с гранулами освежающий ухаживающий посмотрим надеюсь что у меня не будет на него реакции хотя моя аллергия связана с другим не с психосоматикой кстати с цветением со всякими такими вот штуками и это не пищевая аллергия и еще у меня на лице есть несколько таких пятнышек после того как я пыталась сама почистить поры я не хочу прошляпить момент когда вот эти пятнышки красные превратятся в пигментные пятна темные такие бурые поэтому по совету вики взяла средства от мизон это корейская марка которая наносится локально посмотрим как она себя проявит сегодня также готовила рататуй это вкуснейшая весенне-летняя вещь меня очень вдохновляют свежие овощи поэтому чаще буду делиться с вами рецептами в повседневной жизни я редко использую какие-то сложные комбинации так что раз-два и готово можно подавать и в теплом виде и в холодном нарезаем лук чеснок поджариваем потом кладем паприку помидоры все приправы у меня была куча свежей зелени тушим минут десять потом баклажан цукини еще минут десять под крышкой и пальчики оближешь в качестве закуски гарниру какому-то надеюсь что на завтра еще что-то останется у меня будет вкуснейший обед хоть лето и не собирается приходить я решила принести его домой у нас дома никогда не было таких цветов они называются львиный зев говорят что они не самые стойки но когда их купила дней 5 тому назад наверное они все еще держатся бодрячком причем все разного цвета мне так захотелось пионы считаются в польше одними из самых дорогих цветов именно такой вид есть еще польские пионы но с ними столько заморочек посмотрим сколько эти выдержат томок привез их сегодня вот вечером после работы я заказала их нельзя купить там пять штучек а сразу нужно заказывать 10 такая мелочь а оси меня радует гораздо больше чем что-либо другое собака сейчас меня снесет с ног мы с собачкой ходим гулять и на прогулке нарвала ромашек мы были так далеко в тот день мы прошли в общей сложности почти восемь километров и что-то типа папоротника но это не папоротник и теперь у нас летом здесь такая по-настоящему летняя композиция по-настоящему летом Субтитры подогнал «Симон»